всем привет вы на канале Наша жизнь в Америке не life is my life сегодня я хочу поделиться с вами своим приобретением рассказать про как вы уже поняли из названия про фитнес-браслет ну и так немножко может быть про вот эти вот всякие фитнес-трекеры фитнес-браслеты умные часы поделиться немножко своим опытом использования потому что но такой опыт был возможно кому-то будет интересно вот вот такой будет влог это я завез маришку на ее вторую смену пошла научиться вот такие дела короче в общем приобрел я себе браслет который называется хелби гоуби 3 хелби это в общем даже наверно будет более правильно сказать хилби компания название компании в общем впервые я об этом браслете узнал из каких-то новостей я даже не могу точно сейчас сказать или это я увидел в какой-то передачи по телевизору даже наверно нет наверное я увидел на фейсбуке отрывок какой-то передачи где разработчики представляли этот браслет путину вот это очень высоко технологичная вещь с очень интересным программным обеспечением и в общем честно говоря я думал что возможно даже apple этим заинтересуется и выкупит как нибудь купит эту компанию поглотит вовнутрь себя чтобы разрабатывать чтобы иметь доступ к этой технологии но этого не случилось не знаю не заинтересовала на apple или почему или что он в общем просто у меня такая мысль была вот и значит вот этот вот отрывок передачи вы можете попробовать даже в google забить типа там путину представляют умный браслет я думаю он где-нибудь выскочит на ютубе в общем там по моему получилось так что путин как-то так не одна не однозначно отреагировал так немножко с сарказмом с какой-то сухмылкой ну вещи прозвучали там очень интересные когда ему говорили я такой думаю нифига себе вот и в общем что это за вещи чем он отличается от обычного фитнес трейтера чем он отличается от умных часов например apple или samsung это в корне очень интересная одна вещь значит что он делает кроме того что делают все фитнес трекеры и браслеты он считает не только сожженные калории а он считает поглощенные калории то есть я думаю многие из вас пытались когда-нибудь похудеть многие задавались вопросом как похудеть и в общем если начать подходить к этому вопросу с каким-то скажем так с умом с наукой и прочее бла-бла-бла то тут значит есть два пути которые должны идти параллельно вместе то есть первое это занятие спортом второе это питание питание должно быть здоровое питание должно быть нормированная и питание должно быть вовремя вот так вот то что касается спорта это понятно ты должен выкладываться на беговой дорожке там в бассейне в тренажерном зале где угодно а с питанием первая часть то что ты должен есть не только вкусную но еще и полезную здоровую малокалорийную низко жирную там диетическую какую-то пищу или если ты хочешь нарастить мышечную массу то белковую там ну в зависимости от того к чему ты стремишься но если ты должен похудеть первое ты должен меньше жрать второе ты должен считать свои калории и вот в этом получается весь самый большой затык потому что посчитать калории ну это очень сложно однажды даже я подумал блин ну в смысле я не то что я такой там типа умный никто не смог а я подумал сейчас я сделаю это как-то так интонация не получилось то есть я видел примеры там кто видел как кто-то что-то делает пытался смотреть сколько калорий в чем содержится и я даже однажды попытался ну сделать себе тоже вот это вот меню по калорийности рассчитать я сделал несколько блюд я сделал несколько салатов я все рассчитал по весу там по граммам купил специальные весы кухонные все это было хорошо но во первых это заняло кучу времени чтобы это рассчитать составить это меню а потом начинается это за надо с этими весами и приготовить то есть но если ты один и тот же салат делаешь понятно что через два три четыре раза набьется рука и ты уже будешь знать сколько тебе взять сельдерея сколько тебе взять помидора огурца там лука петрушки и всякой другой шляпы до гипотетически да но если готовится там какая-то я не знаю какое-то блюдо опять же возможно да но перед едой его надо тоже взвесить чтобы ты знал сколько этой каши навалите сколько этого салата правильно то есть это жизнь с весами жизнь с карандашом жизнь с ручкой что делает этот браслет короче у них есть специальное программное обеспечение которые они разработали называется она флоу это неважно вот так вот эта программа получает данные с вашей кожи получает данные с датчиков точно так же как и все китайские браслеты точно так запеки apple watch и samsung обрабатывает эти данные и высчитывает высчитывать сколько вы калорий съели высчитывает сколько воды вы выпили то есть вот например у меня есть apple watch у меня стоит программка потребление воды я периодически когда не забываю стараюсь не забывать отмечаю там все что я выпил например сколько я выпил кофе сколько я выпил молока сколько я выпил чистой воды там если это было кола если это был энергетик там если это был какой какой вино пиво там все это можно отмечать и она как бы рассчитывает вернее засчитывает эту воду и говорит сколько ты выпил там норму не норму вот ставлю для себя норму 23 литра но все равно не допиваю я не могу вот когда не жарко я столько не могу выпить но это неважно а этот браслет он считает изнутри и подсказывает что у тебя например водный баланс падает тебе надо попить но вода даже не так интересно более интересно калорий в общем я как только увидел очень заинтересовался этой вещью пошел значит нашу нет прошло какое-то время прошло какое-то время я заказывал себе видеорегистратор на кикстартере и мне из-за того что я там смотрел вот эти всякие какие-то технические новшества вот эти всякие штучки-дрючки хром по моему подкинул снова этот вот браслетик и я его заказал себе вот значит заказал я это было раньше это я заказал себе help me go bit 2 ну про опыт его использования будет отдельное видео сейчас давайте к третьему и вкратце так голопом по европам и вот основное что он делает значит я сказал что он считает калорий то есть вы садитесь утром покушали и спокойно занимаетесь своими делами и тут начинает работать этот браслет он не сразу вам выдаст например вы съели там салат на 120 калорий там я не знаю насколько там кофе выпили 100 калорий бургер съели 120 калорий то есть он сразу вам это не сделает он общается грубо говоря с вашим организмом считывает с вас информацию по мере усвоения вами этих продуктов то есть грубо говоря то что вы съели на завтрак он пересчитает и зачтет вам где-то к обеду может быть раньше часам к 12 то есть если вы позавтракали грубо говоря 8 часов 12 вы получите информацию того чего вы наели и так далее покушали в 12 там в обед он через несколько часов пересчитал он опять же зависит от того какую пищу потреблять то есть если это тяжелое мясо какое-то то она организмом усваивается дольше соответственно расчет идет дольше если это какая-то легкая пища она обсчитывается быстрее быстрее организм усваивает быстрее получаются данные то есть вот очень интересно то что он считает эти съеденные калории это вообще очень прикольно ну забегая вперед я скажу что это гаджет без которого можно жить но это интересный гаджет с которым интересно так сказать вести исследование своего организма следить за своим организмом следить за своими действиями я люблю вообще всякие эти вот гаджеты люблю собирать всякую информацию статистику когда она набирается за какой-то определенный период времени ее интересно смотреть интересно делать какие-то выводы поэтому если покупать его вот именно для того что я сейчас описал то его стоит купить если купить просто у меня крутой гаджетом то и носить его так без дела не заниматься спортом не следить за своими калориями даже с помощью его то он вам не нужен это будут потраченные деньги это будет прикольный гаджет но если им не пользоваться то прикола никакого не будет так вот значит он посчитает калории которые съели он посчитает воду которую выпили и подскажет когда вам попить чтобы у вас не организм не есть такое слово умное забыл короче чтоб не падал ваш водный баланс и это очень важно еще один уровень не уровень а этот самый еще один показатель который он снимает с организма это уровень стресса тоже интересный показатель стресс это такая вещь опасная для нашего организма и в общем я не думаю что секрет не открою ни для кого тайну что все болезни от нервов все болезни от стрессов об этом трубят на каждом углу в общем то с большего это все понимают с большего все стараются не нервничать стараются не стрессовать но тем не менее наш организм все равно стрессует и я этого вот проверил опять же на этом браслете сейчас вам расскажу как то есть понятно когда мы например там ссоримся злимся ругаемся мы понимаем что мы в стрессе мы это чувствуем организмом и понимаем это мозгами вот но когда у нас легкий стресс мы это можем не заметить но этот браслет это заметит например вот просто взволновали чуть-чуть приведу простой пример работаю я на убере ко мне садятся пассажиры excel класс например девушки спешат зайти в машину не подождали пока я подойти подошел открыть сиденье через сиденье ногами залезли назад и сели с ногами на сиденье кажется бы ничего страшного не случилось но я начинаю стрессовать в принципе я понимаю что меня эта ситуация муляет так сказать словами моего друга она меня заводит но это как бы как бы я немножко расстроился немножко разозлился учитывая что я не первый день работаю я даже могу это как бы игнорить но не игнорит это мой организм понимаете и вот стресс браслет показывает практически мгновенно то есть если усвоенные калории он показывает по мере усвоения если воду он показывает кстати тоже почти ну не то что мгновенно вот на протяжении дня если вы с утра попили и не будете пить то у вас с 8 до 12 будет вот такой спадающий график присутствие воды в вашем организме точно так же по стрессу только вы чуть-чуть начинаете волноваться вы вроде думаете что вы не стресса 0 и сразу поднимается график стресса как они это все сделали как у них работают все эти датчики все это обрабатывают это все очень интересно но она работает в общем я уже приехал домой рассказывать еще можно очень долго я думаю будет вторая серия не я не думаю она однозначно будет я расскажу как я пользовался мой опыт использования этого браслета второй серии а я сейчас купил третью так вот значит как я купил и почему вам не показываю купил я потому что я пользовался вторым этим браслетом у меня были все адреса координаты и прочие дела вот и свое время когда я перестал пользоваться уже шла информация о том что вот-вот появится третий браслет я написал что пожалуйста как будет возможность сделать заказы или предзаказы я готов пришлите мне пожалуйста уведомление и вот две недели назад по моему я получил уведомление что третья серия выходит я увидел его еще на выставке демонстрировали он очень сильно изменился он изменился ну понятно что там про так сказать прокачали его этот самый программку эту он очень изменился внешне он уже стал не просто фитнес трейтером фитнес браслетом а он стал smart часами я его заказал вот значит как там было написано на сайте начнут их рассылать либо 16 марта либо первые люди получат не раньше 16 марта то есть ориентировочно где-то я думаю через две недельки он у меня будет я сделал его распаковку и покажу и буду так сказать прямо на себе его тестить и вам об этом рассказывать и что я еще хочу добавить значит что это все таки не чисто российская разработка как я вам сказал что разработчики показывали его путину и хвастались и путин по моему недооценил этот браслет и тут конечно очень жалко что он так скептически отнесся потому что действительно вещь очень интересная и я узнал что оказывается эта компания работает это совместное предприятие российско-американская вот в общем по моему американская доля там намного больше российской но все равно жалко что она недооценена на родине вот но об этом мы поговорим немножко дольше потому что что тут сидеть с гаража обещать вот такие вот новости кому интересно забивайте в youtube или в chrome helmi go b3 вы уже как пишется знаете я уже написал показал вам и вы даже видите вот смотрите но хочу сказать если он вам нужен для того чтобы если вы серьезно занимаетесь спортом или следите за собой он вам нужен если это чисто как часы то часы можно купить гораздо дешевле или проще или интереснее может быть другие потому что я не могу отвечать за его работу я его еще не попробовал а ко второму у меня были нарекания в общем текста много информации много буду делиться в следующем видео поэтому подписывайтесь ставьте колокольчик чтобы не пропустить обязательно поставьте лайк чтобы я видел что вам интересно это видео а если вы не поставите я все равно запишу вторую серию потому что мне это нравится делать и это мое хобби все увидимся в интернете не прощаемся бай-бай